Во многом реализация федеральных программ поддержки, подготовка предложений и решений системных вопросов предпринимателей у нас в республике проводится при активном взаимодействии с нашими депутатами в Государственной Думе. И в этой связи слова предоставляется Кагогин Альфея Гумаровна. Пожалуйста. Федеральный Рустам Нургальдович, дорогие коллеги. Сюда, сюда, Альфея Гумаровна. Чтобы наши депутаты видели, вашу заботу прочувствовали. Федеральный Рустам Нургальдович, дорогие коллеги. Для меня большая честь быть частью сегодняшнего мероприятия. И я очень рада, что могу поздравить от лица Государственной Думы Российской Федерации наших татарстанских предпринимателей. Но поделюсь сразу, что мы относимся к вам как к настоящим героям. Так как вы выводите на рынок новые товары и услуги, вы формируете налоговое отчисление в региональные бюджеты. Но кроме того, обеспечивайте рабочими местами и доходами не только свои семьи, но и десятки, даже сотни татарстанских семей. Это очень важно. В Государственной Думе вопрос развития предпринимательства. Создание новых рабочих мест, снятие барьеров, мешающих развитию малому и среднему бизнесу. Находится на ежедневном контроле у председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и на контроле нашей фракции. В Государственной Думе 8-го созыва создан специальный комитет впервые по развитию малого и среднего предпринимательства. В партии «Единой России» создан федеральный проект, который так называется «Предпринимательство». И мы с Владимиром Владимировичем Якушевым, полпредом президента в Уральском округе, возглавляем его. Я являюсь федеральным координатором, а он председателем общественного совета. Вот на этих площадках мы стараемся вести ежедневный профессиональный диалог с регионами, с главными обществами и, самое главное, с самими предпринимателями по актуальным вопросам развития. Вот что я хотела узнать. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня что в нашем портфеле? Сегодня мы работаем с правительством, с Минтрудом над законопроектом, который позволит самозанятым в добровольном порядке подключиться к системе социального обеспечения, то есть при небольшой плате, получать больничные листы по потере нетрудоспособности и даже по уходу за больным ребенком. Сегодня мы рассматриваем очень важный вопрос, подготовленный для подготовки технологических компаний, о малых технологичных компаниях, где расширяются меры поддержки, и что нужно к критерии отнести малосреднепредприятия на показатели выручки. Что у нас немножко с микрофоном. Простова Нургалевич, ну я вот приняла ваш пас, и вы сказали, что не только позитивные моменты и не только поздравления должны звучать, но и, собственно, я хотела бы вас проинформировать, что на вот площадке федерального пространства включения президента Владимира Владимировича Путина готовим сейчас вместе с деловыми сообществами и регионами доклад о эффективности мер государственной поддержки и об острых вопросах, которые ставят предприниматели в регионах. Я тогда буквально несколько слов познакомлю, что мы видим, и, скорее всего, предприниматели либо скажут, да, это правильное направление, либо еще дополнят, значит, вот эти острые вопросы. Пожалуй, проблема номер один, которая поднимается на всех площадках, это тот шок, который используют предприниматели, переходя от упрощенной системы налогообложения к общей. Я думаю, коллеги со мной согласятся, что программы акселерации малого бизнеса при переходе от микропредприятий к малому, от малого к среднему, и от к среднему уже крупному, ну, могут быть соответствованы, в том числе путем распространения экспериментов по переходным налоговым режимам. Вот все кивают, я понимаю, что это проблема многим знакома, и многие боятся вот этого состояния, да, когда будут переходы. Второе. Регионы поднимают вопросы, и мы на площадке у правительства обсуждаем их о том, что все-таки представление мер поддержки малому и среднему бизнесу должно вестись с учетом видов экономической деятельности, а не ничоком для всех. И поэтому мы предлагаем, регионы предлагают рассмотреть возможность умного изменения критериев отнесения к МСП, прежде всего для человека емких отраслей, инновационных и промышленных компаний. Вы знаете, недавно федеральным законом мы такие решения приняли в отношении легкопрома, в отношении общепита. И вот сегодня я говорила уже про малотехнологичные компании, которые будут относиться после принятия закона к средним и малым предприятиям, а значит иметь все льготы, которые положены этой категории, уже, значит, имея выручку не 2 миллиарда рублей, а до 4 миллиардов рублей. Третье. Эксперты просят рассмотреть возможность расширения механизма зонтичных поручительств для повышения доступности льготного финансирования. Четвертый вопрос острый. Все-таки необходимо развивать цифровые сервисы для малых и средних предприятий и внедрять стандартизацию поддержки, в том числе путем унификации требований и вообще переход на оказание поддержки в цифровом режиме на цифровой платформе МСПРФ. Но предприятие малый бизнес всегда говорит о том, что мер поддержки много, и для каждой мер поддержки часто бывает отдельный пакет документов, и это, конечно, административные издержки, которые можно и нужно сокращать. Те, кто занимается экспортом, конечно, ждут того, что законодательно в бюджете Российской Федерации будет сохранен уровень поддержки экспорта МСПРФ ниже 22-го года, и эта идея у нас обсуждается. Я надеюсь, что она будет принята обязательно. Мы сможем доказать необходимость сохранения уровня поддержки. Ну и, наконец, те предприятия, которые применяют систему налогоблажения ОСН, часто задают вопрос о повышении порогов вот такого показателя, как стоимость основных фондов. Он не менялся последние, по-моему, 8 лет, и сегодня 150 миллионов рублей. Это уже не та стоимость основных фондов, которая была там 10 лет назад. Это стоимость одного станка. И вот мы рассматриваем возможность повышения этого критерия, в общем, до 250, а то и 300 миллионов. Рустам Нургалеевич, спасибо большое. Я могу заверить, что мы в постоянном режиме работаем с профильным министерством, с Министерством экономического развития на федеральном и региональном уровне и готовы всегда быть открыты для выработки правильных решений для наших датарстатских предпринимателей. Еще раз с праздником. Спасибо большое. Спасибо большое. День российского предпринимательства – это уникальный праздник.